Задание Минобороны выполнено, доложил губернатор Виктор Томенко на заседании правительства края. Прежде, курирующая спецоперацию ведомства заявляла, что армии нужно призвать 300 тысяч бойцов. Сейчас, по словам губернатора, набрано 200 тысяч. Отправки мобилизованных жители замечают практически ежедневно. На боевую подготовку наши мужчины уезжают в Омск. Там накануне побывали представители разных регионов и Алтайского края тоже. Томенко подчеркнул, связь с командирами держат, волонтеры работают, помощь мобилизованные получают. Неравнодушно организуют целая цеха по пошиву и упаковке вещей. На помощь губернатор заострил внимание. Сбор этой помощи, этой поддержки, как бы сказать, такой, ну скажем, на благотворительной основе, которая делается, сегодня начинает обрастать какой-то злостью, какими-то претензиями к тем органам власти, организациям, которые вовлечены в этот процесс. От Министерства обороны, губернатора, правительства края, органов местного самоправления и так далее. Такого мы допускать не должны. Значит, это направление деятельности идет, и пусть идет оно правильно. Ни инициативу, ни порыв людей сдерживать нельзя, но со своей стороны и органы власти проведут всю необходимую работу. По недавнему постановлению российского правительства, регионы теперь могут покупать и на безвозмездной основе передавать федеральную собственность целый ряд товаров. Среди них беспилотники, средства радиосвязи, приборы ночного видения, автотранспорт, обмундирование, стройматериалы. Виктор Томенко добавил, что на этой неделе он встретится с сибирскими губернаторами и, возможно, главы регионов распределят, кто что будет покупать. Поддерживать военнослужащих и их семьи денежно тоже обещают. По одному миллиону рублей членам семьи выплачивать в случае гибели. Далее, рассматривая вопросы, мы определились с тем, что и раненым тоже необходимо помогать за счет средств нашего регионального бюджета. Определились с тем, что выплаты эти составят по 500 тысяч. Единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей тому, кто добровольно принял решение заключить контракт с вооруженными силами Российской Федерации. Кроме того, в эти дни в Москве власти готовят документы о едином размере выплат мобилизованным. Ведь пока в одном регионе за это дают 200 тысяч, а в другом ничего. Виктор Томенко пояснил, что это зависит от бюджетов регионов. В целом же, первую волну сборов губернатор оценил как организованную, прошедшую без скандалов. Сроки следующей не озвучивают. Но, со слов Виктора Томенко, на освобожденные территории мобилизованные отправятся не раньше первых чисел ноября. Анастасия Дороган, Александр Антропов. День с толком.